Оверграунд 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 Как бы встречать другие группы из других городов В принципе, такой экспериментальный И как бы я не стал сейчас никого спонсора, никого подключать Чтобы не рисковать, как мы здесь на раз Московская группа «Элиси Джаз» приятно удивила Новгород не только хорошей музыкой, но и знакомыми лицами Интересно, что новгородский фестиваль чуть ли не впервые их всех собрал на одной сцене И многие могли бы позавидовать их способности к импровизации Вообще очень странно, вы уезжали как небожители, вернулись как «Элиси Джаз» Почему такие перемены? Ну просто Элис нас несколько месяцев назад пригласил к себе поиграть Он нас услышал в клубе и где-то еще пригласил поучаствовать в его проекте Это не значит, что мы не небожители, мы с Викой небожители, как всегда Но в Новгороде первый раз, как вам город? Хороший город, замечательный Им уже с утра понравился город, снег был такой Снег красивый В Москве такого не было А как новгородцы в роли слушателей? Замечательно, обалденные просто Сказать нечего Публика благодарная, замечательная, отзывчивая Слышат, слышат, реагируют Откликаются на эмоциональные подачи Да, чё это я так считаю Почему ты так читаешь? Замечательно, еще nope Вы fifteen Одев 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сегодня играли первый раз, не пробовав даже на репетиции, потому что сегодня были пьесы, когда я говорю название, а музыканты, они не знают, что это вообще. Они знают, что это. Ассоциация. Они знают смысловую тему. Вот как сейчас, допустим, вы берете интервью. Я эту речь до этого не писал и не репетировал. Я сразу говорю. Так и на сцену выходим, и сразу говорим. У нас есть тема, о чем что сказать публике. Допустим, вот там тот же охотник или еще что-то. Вот, надо сказать, говорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вика, как игралась на родной земле? Супер. В общем-то, а при чем тут родная земля? Я, например, вчера всплакнул. Признаюсь честно, вчера всплакнул, когда в Новгород приехал через несколько месяцев. Давненько вас не видно было. Я люблю город, да. Да, ну, я там был. И хотим извиниться перед нашими поклонниками, которые сегодня ждали наше выступление. Мы не смогли привести музыкантов. Мы хотели просто показать больше или си-джаз. То есть считаем, что сейчас это интересно. Ну, то есть для нас это интересно сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как вам фестиваль, организация и все остальное? Очень неплохо. Хуже бывает, гораздо хуже бывает. А так все. Я на сцене чувствовал себя замечательно, комфортно. Мне, допустим, по звуку так все слышно, все хорошо. Организаторы люди добрые, отзывчивые, улыбаются, все проблемы решают. Спасибо и буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как у нас сегодня дела со звуком? На сегодня, мне кажется, я бы не сказал, что вообще на пятерку, но на четверку. То есть можно как бы нормальную АПМ-группу отыграли отлично. Просто звук был великолепный у них. Вот. То есть хочу их поблагодарить за предоставление аппаратуры. То есть вот они нам сегодня помогают. То есть, ну, я говорю, нам помогают музыканты, то есть по мере возможности, кто чем может, кто как может. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старый эшелон новгородского рока, к счастью, продолжает свой ваяж по нашим мыслям и чувствам. Но о его бессмертной машинисты группа «Универсам» это универсальное сочетание органичности и бешеной энергетики. Как дела у группы «Универсам»? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, хорошо. Какие впечатления от выступления? Все ли было нормально? Ко мне вопрос. Он говорит, да, хорошо, шумно, громко говорит. Хорошее. Хорошее впечатление. Вашей публике в зале было много. Как вас принимали? Да, много. А принимали как? Хорошо. Да, принимали. Очень хорошо принимали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо организатору Денису за то, что он устроил. Такой хороший сейшн. Такой насыщенный сейшн, такой очень многолюдный сейшн. Мало таких сейшн у нас пока. Но вот, встроили. А отличается ли чем-то в лучшую сторону сегодняшний фестиваль от тех фестивалей, которые проводились раньше в городе? Да, сегодня охранник был. Сегодня был охранник около сцены. И он вообще помогал. Да, он не пускал. На остальных фестивалях, ну, как бы, редко думает. А есть ли у фестиваля какой-то лозунг или девица? Если нет, то что бы лучше всего подошло? А вот лозунга нет, но сейчас, то есть, будем думать насчет названия фестиваля, как бы его обозвать. То есть, будет объявлен конкурс, но он будет объявлен в интернете только. Вот, то есть, будет сайт после этого фестиваля, где через месяц появится сайт «Новгородский музыкальный портал». Вот, то есть, опять моя идея, то есть, она тоже давно уже у меня там прыгла. То есть, есть российский музыкальный портал, у нас будет свой новгородский музыкальный портал. Вот, то есть, и там, то есть, будет объявлен конкурс, то есть, к следующему фестивалю. То есть, кто думает название, ну, то есть, понравится, вот. То есть, там, в общем, приз будет. Будет рок-н-ролл, если есть вино, то зачем еда? Я узнал любовь, можно умирать. Если я дошел, то пора назад. Прости. После полутора лет простоя наша старая добрая крыша собралась с мыслями и снова поехала, уже в новом составе и звучании. На самом деле нам давно этого вообще хотелось, играть более ритмично, более жестко. Барабаном-то мы шли давно. Ну и жизнь такая пошла. Тяжелая? Хочется, да, вот так вот. Вот это вот сопли разводить уже не хочется. Она не станет прощаться с ним. Она утром проснется с другим. А кто-то ждет еще одну ночь, чтобы сделать еще одну жизнь. Все сначала новый мир, черный уголь, вино и сыр. Но он уйдет, исчезнув ночи. Олег, как играется в коллективе? Очень замечательный коллектив, мне очень люди нравятся. Мозг тоже мне ближе по душе. Другое дело, что он на концерте, у нас сейчас, как-то мы очень быстро отыграли, даже думал, подольше будет как-то. Я вообще на мигра... Верическое возвращение группы Крыша. Да, мы вообще на нем играть не собирались сначала просто. Очень мало было времени на подготовку, на репетиции. То есть Алексей персонально играть не собирался, но мы его уговорили. У вас такие большие перетрубации в группе. Вот Слава теперь играет на басу, насколько я поняла. Что мы теперь ни скрипки, ни флейты не услышим? Ну на скрипке я, собственно, никогда играть не умел. Я говорю о Татьяне. Остальное все, это все под давлением. Меня заставили. К сожалению, Татьяна пошла в большую музыку. Она учится теперь вроде Санкт-Петербурга, в музыку-чилища имени Римского-Курсакова. У нее большие планы, большая дорога. Жаль, что делать. Но, с другой стороны, все, что не делать, все к лучшему. Уйдем на ура, мы не клялись, мы были умнее, и, черт возьми, это было счастнее. Все понравилось. Наверное, перед нами выступали колоссальные разогревающие группы, универсам, алиси джаз. После них просто успех обеспечен. А вот я здесь на концертах, наверное, в этом училище четвертый раз, да, и, наверное, я впервые встретил и такой звук, и такое количество людей, добродушно принимающих публика, добро очень принимало. И, наверное, впервые было организовано все достойно. То есть для Новгорода это достойно. Привет, девчонки, как фестиваль? Понравилось? Понравилось, классно. Фестиваль, отлично. Пришли посмотреть в кого-то конкретно или так потусоваться? Не то и другое. Кто понравился? Нам нравятся вообще все команды на Борусске. Мы никому так предпочтение особо не отдаем. Самые классные были Алгор. Из гостей кто-то понравился? Петерзавод – классная новость. А как думаете, под каким лозунгом или девизом мог проходить этот фестиваль? Любовь, рок-н-ролл. У группы «Джаджес» из города Дно все в порядке с самооценкой, так как они считают себя самым, что ни на есть, лучшим подарком новгородцам. Мнение новгородцам при этом не учитывалось. Как вы называетесь, откуда вы и что играете? Мы называемся «Джаджес». Мы приехали из города Дно, Псковская область. Солнечный Псковский, Бористо. Да, это уже не первый наш фестиваль. И было уже приятно здесь выступать. И легко, если честно. Уже было легко. Это все закрывает. Шею оплату, ребят, рекомендую. На другая саней, еще не забрасывай. Все прольем, всякий дипломок. Меня зовут Герри. О, не так близко. Меня зовут Лени. Я студентка университета из Голландии. Мы приехали в вашу страну, в Новгород, и посетили этот фестиваль. Нам тут очень нравится. Вам нравится этот фестиваль? Да, нравится. Тут прекрасная музыка, прекрасные люди. Мы наслаждаемся атмосферой друг другом. Какая группа лучшая? Я не помню название, мне понравилась одна. Где Флейта? Да, очень хорошая. Что-нибудь особенное еще об этом фестивале? Особенно для нас это кресло в зале. И то, что публика сидит. А еще для нас странно то, что все бегают пить на улицу. И приносят выпивку с собой. В Голландии обычно в подобных ситуациях пьют в барах. Да, очень хороший фестиваль. Многие увлеченные люди положили свои жизни в поисках Шамбалы. Нам повезло, у нас своя Шамбала, которая всегда готова заряжать нас позитивной энергией космоса. Чикаго зима, Чикаго весна, Чикаго всегда тепло. От бочек с кострами, где негры стоят и греют в своем утро. И мне где поесть, и мне где поспать, ведь негде и танцевать. Бочится концерт в филармонии часа на полтора, чтобы показать все границы своего творчества. С английским филармоническим оркестром. В лучшую сторону отличается ли этот фестиваль от всех остальных, которые проводились когда-либо в Новгороде? Да, отличается тем, что он как раз идет из низов, он инициирован нашими коллегами, самими музыкантами. Неформальный фестиваль, это уже здорово. Пока мы едины, мы не победимы, пока мы едины, мы не победимы. Клубы надо открывать, клубы. Группы в Новгороде клубные. Нужно, чтобы у каждого свои слушатели. Вполне можно даже бизнес какой-то делать. Вполне возможно. Это продаваемо. Уровень коллективов, сейчас по фестивалю видно, он улучшается. Клубную культуру уже попытались внедрить. Клубы абсолютно нужны для живой музыки. Этот фестиваль проходит без лозунгов и девизов, но все-таки что могло бы подойти к этому фестивалю? Какое высказывание, выражение или мысль? Ну, не знаю. Все группы... Музыка ради музыки. Вот так вот. Чем больше групп, тем лучше. Все группы к нам в Новгород на фестиваль, независимо от того, откуда они. Из деревни, не знаю, Воробейка или же из Владивостока. Ну, как я понял, это слет музыкантов в Новгороде. Больше живой музыки в этом городе. Точно. Но лучше. Засуньте пушки себе в зад. Все нефоры города объединяйтесь. Или рок-н-ролл жив в Новгороде. Прервем на время рассказа рок-фестиваля и сейчас позвольте представить вам молодых новгородских музыкантов, для которых большая сцена еще впереди. «Линии на песке» — так называется группа, состоящая из школьников и студентов младших курсов, концерт которой недавно состоялся в зеркальном зале Дома молодежи. И хотя репертуар группы пока не включает композиции собственного сочинения, а целиком составлен из хитов классики мировой рок-музыки. Дебют «Линии на песке» вполне можно назвать состоявшимся. Об этом свидетельствовал и теплый прием зрителей, и отзывы специалистов. Я уже не первый раз, я уже второй раз посещаю их концерт. Мне понравилось, особенно как они исполняют произведения западных авторов. Наверное, там все-таки энергии побольше в этих заложено, и они это чувствуют, ребята. А не странно вам, что они обратились к произведениям, скорее даже молодости, своих родителей? Ну, а мне кажется, это как раз нормально, потому что как раз тогда все выплеснулось, тогда был самый расцвет этой музыки. А уже где-то, наверное, к 80-м годам это уже упад, и никаких идей новых за 20 с лишним лет не родилось в музыке. Мы были не сначала, но нам очень понравилось. Костя? Я был сначала, мне очень понравилось. Услышал Дженнис Джоплин вживую. Это мой стиль, это моя музыка, я почти этим живу, потому что почти частенько бывает в свободное время, я ставлю диски и ухожу в забытье от этой музыки. У нас в Новгороде нечасто можно встретить женский вокал. Как вам понравилось? Я сам удивлен тем, что поет, как поет, и как играет, и вообще завораживает не только свою команду, которая с ней, но и зал весь сидел, аж дрожь пропала. Насколько я знаю, вы родители, да? Да, добрый вечер. Терещенко Ольга Витальевна, мать Володя Терещенко, ударник. А я мама Олега Габличидзе. Плавишные. Плавишные, да. Ну и как вам концерт? Мы второй раз присутствуем на концерте наших детей, и, конечно, это очень воодушевляет, получаешь большое удовлетворение и зажигает очень. То есть мы очень довольны. Да, хотя музыка очень молодежная, в принципе, нам тоже нравится, поскольку наши дети, и вообще мы тоже посетили, послушали с удовольствием. Давайте с вами познакомимся, представьтесь. Терещенко Владимир, ударник. База гитарных, страта Валида, сестра. Кричит Заляк, плавишные. Как давно вы вообще собрались и начали работать? Ну, второй год уже подходит. А выступление сколько было? Всего семь, ну, около десятка года. Почему «Линий на песке»? Откуда такое название? Никакой, действительно, метафизики тут нет. Это просто по названию темы одной вот группы «Театр мечты» или «Дрим Театр». Вот у них есть песня такая «Lines on the Sand». Мы так называемся, потому что... Ну, не потому что, как бы, может, нам больше это нравится, но... Так вот, более худеб случилось, что все-таки выбрали это. Долго мучились, не знали, что придумать. И наиболее, от чего нас не тошнило на данный момент, кроме шуток, это было это название. А почему выбрали такую линию творчества? Исполнять такие уже проверенные временем хиты? Пошли по пути наименьшего сопротивления или как? Ну, мы как бы собрались, как бы, мало музыки кто умел. Поэтому до своего нам еще было далеко, как бы, у нас ничего не получалось. Но вот в данное время скоро начнем пытаться новые свои какие-то темы делать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, неужели с таким потрясающим голосом у тебя не было никакой школы? Ты самородок просто? У меня не потрясающий голос, на самом деле. Это хорошо, моя личная. Нет, ну, я не знаю, я не считаю, что у меня там что-то такое совершенно, совершенно обыкновенно. А, ну вот ты играла еще на гитаре, как тоже сама? Сама училась? У нас просто папа, он тоже занимался музыкой, там, воркальной инструментальной ансамбле. И дома, поскольку часто было это все рок-н-ролльные вещи, там, и Битлз, и вот тоже Шок энд Блю. Это как бы с него вот просто начинаешь играть. А просто чем больше опыт, там, подбираешь какие-то моменты, даже по телевизору, там, можно услышать рекламу, допустим, интересный кусок. Ну, даже до этого, там, какие-то бывают проигрыши, начинаешь что-то подбирать, и как бы за счет этого это же все опыт. Желать хотел бы всего хорошего. И как бы, ну вот держать так вот марку, как они сейчас это все. Они уже все делали самостоятельно, все это. Музыка А в самом начале они разогрели публику практически до точки кипения, после чего остальным музыкантам можно было бы работать, как говорится, в полноги. Привет, как дела у группы Моргии? Отлично, великолепно даже. Как отыграли? Мокалисты. Отыграли? Ну, я бы не сказал, что очень, можно было бы лучше, но так вот получилось. Ну, вроде нормально, народ понравился. А как принимала публика? Вышел в сингл. Можно здесь купить даже вот три песни, записанные в домашних условиях. В общем-то, рекомендую всем прикупить. Но, чтобы человек не платил деньги только за три песни, мы еще добили еще весь альбом «Покончить с прошлым». То есть на этом диске можно послушать минут пятьдесят музыки. Вот так. Привет, ребят, как фестиваль? Классно, просто здорово. Кто понравился больше? Амбур. Еще кто-нибудь? Ну, правильно-таки не нормально, классно. Все ладжи. Как думаете, под каким лозунгом или девизом мог проходить фестиваль? Голубайство побольше. Я посещал более десятка подобных фестивалей. И могу сказать одно, что сегодня я был доволен всем. Во-первых, звуком в зале, который, казалось бы, небольшой. И я ожидал самого ужасного звука здесь, но я был доволен плотностью звука, прекрасными низами, как работали секции во всех группах. Я могу сказать, что у, не знаю, как у новгородских групп, а у групп приезжающих в наш город есть прекрасная перспектива. То есть они здесь, как бы, получают достойный отклик на свое творчество. И атмосфера в зале сегодня была прекрасная и многое другое. А как вы думаете, для Новгорода нужны подобные фестивали и мероприятия? Я думаю, несомненно, нужны. Хотя бы как альтернатива всему тому, что мы можем видеть на MTV, там на центральном телевидении. То есть это довольно искренняя музыка. Может быть, она не всегда была достаточно профессиональной, но она несет свою энергетику, она просто прекрасная. Когда под улей ветра, ты мне сказала, пойдем, достала компас и карту. Мне было нечего ждать, я помнил лишь об одном. Я жизнь поставил на карты, и мы с тобой... Задвиги Поплавского. Да. Очень понравились. Танцев танцев танцев... У всех свои задвиги, и какой же рок-н-ролл без этого. Ну а группа задвиги Поплавского из Петрозаводска задвинула так, что самому Поплавскому, кем бы он ни был, стыдно не было. Мы обожаем ваш город. Он так похож на наш Петрозаводска, что просто иногда диву даешься. Идешь и думаешь, блин, это же Петрозаводска. Ну, на самом деле, конечно, у нас Кремля нету, это отстоит. Машки же есть хорошие. Как Петрозаводска обстоят дела с подобными мероприятиями? У нас гораздо лучше, чем у вас, поскольку у вас, как я вижу, выступление, фестиваль этот происходит в здании лицея. У нас большие площадки в городе отдают под такие мероприятия, просто без запара абсолютно. То есть там всевозможные кинотеатры, ДК и тому подобное, они с радостью идут навстречу, поэтому в этом плане легче. На моем окне распустился цветок, Такой непростой, непростой такой. И каждый мой друг хотел оторвать от него лепесток. А я говорил, нет, нет, друг мой, постой, Он станет большой, красивый такой. Он станет большой, и тогда Джарастафарай, 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 Растафарай, Рарай. Вы знаете, я не могу, конечно, советовать организаторам, но с точки зрения просто обыкновенной коммерции. Если один стиль, то одни практически люди идут, а если разные, если сделать смешение, то идет намного больше народу абсолютно разного. Вот, собственно, и все. И таких вот от этого уже отошли, вот на тех фестивалях, в которых мы играем. Просто идет с легких до тяжелых. Да, просто шикарно, на самом деле, все сделано, организация просто супер. Денис, ну, из группы Морги, барабанщик, сделал шикарный просто фестиваль, здесь все было здорово. На такое достаточно в городе трудно. Звук просто шикарный, сделали просто супер концертный, надо отдать должное. А как гости, кто понравился больше? Да все, просто все. На этот раз группа Авгур не разбрасывала мусор по сцене, не кидалась батонами в зрителей и не одевала смирительных рубашек. Но это не помешало зрителям получить максимум удовольствия от увиденного и услышанного. Группа Авгур славится театрализованностью своих выступлений. Почему на этот раз, кроме зимой прически, не было никаких сюрпризов? Ну, как бы такие, вот, как вы говорите, всякие фокусы, шмокусы, они требуют времени, подготовки. У нас просто не было времени, да, я думаю, уже на этот концерт это не стоит делать. Это не то место. Это не то место, где надо устраивать итуализованные шоу. Тут с Звуком-то разобраться не могут. По поводу музыки я хотел бы сказать, какой мы сегодня, ну, репетарат подобрали. Он был такой тяжеловатый, и только одна песня там была более-менее такая. Потому что, в общем-то, мы не хотели выделяться из сегодняшнего дня. Ну и получилось, мне кажется, так себе. Звуком-то разобраться не могут. Если какие-то предложения организаторам этого фестиваля? Не проводить больше этот фестиваль. Почему? Да, я не знаю. Или если проводить, то брать больше зал. Я понимал, конечно, что аренда дорого, но народу, вчера народу было очень много. И они все не впихиваются, всем поплесать охота. А вот появился, кстати, Женя. Женя, как впечатление от вашего выступления? От нашего выступления? Замечательно, кстати, да? А фестиваль как-то? Фестиваль очень великолепный. Вообще, Денису спасибо большое. Огромное. Да, кстати. На самом деле, нет. Должны такие фестивали быть? Нет, должны быть. Это для проверки. Я так сказал, потому что увидел сегодня массу этих групп и их фанаты. Ну, просто безумные люди какие-то. Вот если бы фестиваль состоял только из гостей из разных городов, я думаю, это было бы вообще шикарно. Потому что одни хотят панк, другие там рок, еще что-нибудь тяжелое. Панку-панку орать, конечно. Одни любят, а другую. Это как-то народу много очень. Нет, ну, по-моему, здесь очень хорошо было разделение. Вчера были группы полегче, сегодня потяжелее. По-моему, это очень хорошо. Единственное, что две группы не застыковались, они не успели приехать. Конечно, они сюда никак не вошли вообще. Народ орал, что вообще гоните вон. Я бы, например, с удовольствием выступил бы вчера. Мы бы играли абсолютно другие песни, которые мне нравятся больше и красивее. Я бы тоже выступил бы вчера. Да, а я бы выступил и сегодня, и вчера. Как фестиваль? Замечательно. Кто понравился больше всего? Больше всего Морги, это моя любимая группа. Одна из любимых, точнее, в новом городе. А из гостей? Из гостей? Ну, Фроллина понравились, наверное. Вчера была? Была. А кто вчера лучше всего выступил? Вчера мне понравился больше всего Орлика Морали. А как ты думаешь, под каким лозунгом дальнейшим может проходить эта фестиваль? Ну, наверное, рок жив. А фестиваль вообще отлично. Хэром отмотал вообще конкретно. Пришли кого-то конкретно или так? Я пришел сюда на... Самая главная группа Экклезиаст. Да, Экклезиаст была лучше всех. Я под Экклезиаст просто убился конкретно. Это самая лучшая новгорода группа. Через славу, через боль, в новой жизни. Одна из долгожителей новгородского рока — группа Экклезиаст. Экклезиаст уже почти 10 лет работает в одном и том же составе. Но это не мешает им обрастать все новыми и новыми фанатами в геометрической прогрессии. Ну, мы думали, что будет более профессиональный уровень. Хотя довольны, довольны, что сумели Денис из Моргиев организовать это мероприятие. Это очень сложно сделать. Я надеюсь, что все кончится благополучно. А какие минусы у фестиваля были? Немножко, на мой взгляд, подвела организация. То есть такие бытовые условия. Ну, наверное, стандартная проблема со звукорежиссурой. Все. По сравнению с многими давними наступлениями, мне показалось, что сейчас вы немножечко облегчили ваше звучание. Я ошибаюсь или нет? Ну, может быть, как бы мы выросли. И где-то и музыка немножко выросла, изменилась. Местами она облегчилась. Местами сложно сказать, сложный вопрос. Я думаю, что это выступление не показатель. Впоследствии будет оценивать наши будущие работы, записи. Таких, чтобы чересчур ярких событий, наверное, не происходило, нужно отметить продолжающуюся и не перестающую работу над созданием нового материала. Стараемся развиваться, пробуем. В том числе, наверное, правильно сказать, экспериментируем с новыми музыкантами. А насколько я помню, вы, по-моему, и начинали втроем, да, и до сих пор втроем. Это что, соображать на троих легче? Ну, к счастью, сохранился такой оригинальный состав. Для нас это, ну, так сказать, большой плюс, что ли, как для группы. То есть мы пытаемся сохранить ту ауру, ту энергетику, которую передаем своим творчествам и также и составам. А как ты думаешь, в дальнейшем перерастет ли это в добрую традицию или нет? Хотелось бы, хотелось бы. То есть, в принципе, как бы, я еще не знаю, будет, не будет, но планирую, то есть через полгода, то есть следующий фестиваль сделать. Вот, тоже на два дня, но пригласить уже других музыкантов. Под каким лозунгом мог бы быть этот фестиваль? Ну, под каким угодно, только не выборы. Школьники всех стран, объединяйтесь. Чему школьники? Ну, я не знаю, лицей же все-таки. Вы бы университет, студенты, я не знаю, дом ветеранов, ветераны. Пейте только после концерта. Вот, мне кажется, только музыка. Альтернатива всему существующему просто. То есть, как дань творчеству молодых людей, альтернатива нужна всем. Спасибо. Что ж, как ни печально, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот здесь сейчас прозвучали последние аккорды, да и нам пора закругляться. Ну, а следующий выпуск программы «Оверграунд» выйдет 14 декабря в прямом эфире с участием группы из Питера «Баб Слей». Так что не пропустите. Счастливо. Оверграунд Счастливо. Оверграунд Счастливо. Оверграунд